Конкурсный управляющий фабрики «Красная Заря» ответил на вопросы бывших сотрудников предприятия. Леонид Шеваренков официально встречался с инициативной группой впервые и за закрытыми дверями. Ответить ему удалось далеко не на все каверзные вопросы. По словам управляющего, спасти предприятие уже не удастся. Но возможность получить свою зарплату у сотрудников есть. 15 октября состоятся первые торги. «Красная Заря» будет выставлена на продажу. С каждыми новыми торгами цена предприятия будет снижаться. У сотрудников есть информация, что после вторых торгов активы предприятия хочет выкупить Ростельхозбанк. Останавливаться на достигнутом активисты не собираются. 4 октября все 250 бывших сотрудников, которым руководство «Красной Заре» обещает выплатить зарплату, соберутся на очередной митинг. Если кто-то возьмет, то 15% от этой суммы пойдет на выплату зарплаты. А хватит этой суммы, не хватит. Как он обещает, что хватит. Вот по его словам, как он считал, умножал. Должно хватить. Ну, как-то не верится. Когда я первый раз его увидела, он сказал, что я юрист с 30-летним стажем. И я могу подтвердить, что он юрист с 30-летним стажем. Что он сказал? Все, но практически ничего. Продолжение следует...